пупуль поздоровайся отвечай ты всегда отвечаешь когда с тобой разговариваешь да привет нет ты занята всем привет друзья ну точнее добрый вечер я уже пришел управляться ведь чему-то мне не получилось я чуть чуть весь день был занят так что вот когда получилось тогда и пришел зачем я взял это яйцо покажу что произошло и знаете я из я с испугу начал искать начал искать по клетке перепелку ну перепелку которая могла пострадать после сегодняшнего происшествия я пришел только что смотрите что я обнаружил вы видите разницу это не просто большое яйцо это двухжелтковое яйцо это какая-то она вот еще теплая только пришел ну почистил только вот это и оно даже не смогло выкатиться и его только что достал оттуда короче какая-то перепелка первое яйцо сразу снесла 2 желтковое я ж не думаю что это это же это какая-то перепелка прям вот так занеслась я пересмотрел пересмотрел вроде ничего в крови нету ну как бы ничего в крови нету перепелочки ножки все все сухие все чистенькие больше как хрюкает почему я так перепугался потому что яйцевод не разработан молодой и вот такое большое двужелтковое яйцо часто бывает ну как после этого происходит выпадение яйцевода очень часто ну в общем как бы как бы все в порядке да нету нету никакой перепелочки мокрой все нормально но справилась какая-то перепелка начала нестись сразу 2 желтковым такого яйца такого яйца даже не встретишь в магазине то есть покупая яйца в лотке его такой никогда в жизни не покладут потому что лоток просто не закрывается с таким большим яйцом ну вот такая вот сегодня красота прям прям молодец корм насыпал ну тут все быстренько сегодня не чистил завтра по убираю и сегодня съездил по корм я не знаю производителя ну ну как не знаю мега корм я и наведу я так и никогда не пользовался это тот корм который вот этот птичный но от кормочника еще вам напоследок их покажу какие большие пол куриного гляньте какой большой только просто какая перепелка и какая курица да вот так корм я взял там же где я взял бролеров это здесь у нас есть откормочник который начал работать сразу после войны то есть восстановили его технику новую ввезли мертвых цыплят которые ну которые пропали выгребли все и в общем запустились заново а ну не драться и вот этот корм этим кормом они кормят поэтому ну вот когда я покупал бролера мне сказали что типа можно у них заказывать корм они он им приходит партиями и вот когда они везут тот объем который нужен на птичник то можно заказать в этот день и прийти под проходную забрать себе в чем в чем преимущество этого корма в том что он дешевый то есть так как он идет в большом объеме на птичник оптом то и населению я так понимаю продают по той же цене потому что я покупал 10 килограммовую коленку ну вот то что я кормил бролеров 300 где мешки там на нем написано сейчас вам точно скажу вот я пересыпал сюда то есть это же 10 килограмм а то есть 260 вот смотрите по 26 гривен за килограмм 10 килограмм 260 это посчитайте 20 килограмм 520 гривен и и еще и еще 5 килограмм 130 650 гривен а 25 килограмм за 400 то есть я вот два мешочка взял по 25 килограмм мне хватит этих бройлеров то есть вот они сейчас по два с половиной килограммов в среднем если не больше и вот эти 50 килограмм это еще где-то 30 килограмм мясо то есть их вот этого корма хватит до кормить до четырех с половиной килограмм а то и до пяти но я не знаю буду ли я так их долго кормить или не буду но посмотрим корм есть так что все нормально вот так это чтобы вот понимали это гровер от 15 до 36 дня полно рационный комбикорм и он производства харьковская область так что все и он чуть меньше чем тот который 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 для несушки вот так так что этим сейчас тоже нужно поставить еще водички они все выпили свинюшкам нужно дать тоже сыворотки ну и вам показать кроликов и сказать сразу там много кто написал я оговорился то есть я не знаю почему но сразу не драться сразу посчитала то есть не вне посчитал а сразу что-то убрал того крольчонка 1 который беленький слабенький то есть как бы почему-то у меня в голове уже крутилась мысль что здесь 12 типа тут один пропал и тут был слабенький и вот я вчера вам видео сказал что их 12 и не объяснил типа кто пропал там или не пропало просто сказал что 12 вы сказать его где делся крольчонок нигде не делся нигде не делся их по-прежнему по-прежнему 13 тот который поменьше такой поменьше и есть но живой то есть все на месте вот это он скорее всего вот он маленький все живые кто покрупнее кто послабее но все целенькие то есть мамка молодец кормит 13 бармотов то есть 13 это это очень много худые прям я вам ничего не скажу они худые прям вот худюсенькие но живые то есть сегодня четвертое четвертое число вроде четвертое это им шестой день через шесть дней вот им продержаться еще шесть дней и дальше можно за них меньше переживать они откроют глазки день-два и начнут что-то пробовать там даже прям вот возле гнезда какую-то соломинку и это уже будет какая-то добавочка к молочку да тут какие палки хорошие говорится будет легко тут получше крольчата тут 10 и они вот выглядят прям шикарно то есть видите если бы я там убрал три штучки то крольчата были бы лучше ну а там вот как раз если дай бог все будет хорошо проследим вот видите тут получше малыши не скажу что супер толстые но крупнее вот прям в разы крупнее чуть ли не в два раза побольше вроде вроде я смотрел вроде все все на месте да вот эти три четыре пять шесть семь восемь девять ну вроде тут все десять вот так потом как раз если та выкормит всех малышей как раз проследим как они в дальнейшем то есть они в общем родились в одно время проследим за тем как они в дальнейшем растут и выровняются они к месяцу или все таки разница будет но будем за ними наблюдать да мамуль кинули морковки туда она там тебе отлично отлично поживает да потом уже когда эти чуть окрыпнут я у них у всех сделаю генеральную уборочку где-то в 15 дней можно гнездо убирать то есть вот этот пух весь убрать а крольчата ставить на месте а можно скорее всего я сделаю так что когда им будет дней 15 они уже будут хорошо шерст но под пушком обрастут шерсткой и я уберу гнездо и пересажу их туда потому что тут мало места тут они вот так вывалятся это не то что там он замерзнет здесь а просто когда она залезет сюда кормить а он здесь будет голодные они не сильно умные чтобы вот так сюда залезть а тут бортик повыше так что кину их туда а пока не буду пока все как есть так пусть и будет да мамуль к закрываем газа на минутку не оставляем водичка водичка у них есть еще хочу как кинуть им капуста вот морковка капуста сено зерно зерно есть а есть и качанчик кукурузы потому что все поели серая только не ест кукурузу концы в апту два ведра принес и эти слупили кукурузу на 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 этот обормоз лупил кукурузу на вот той мамульки что ты выглядишь что ты выглядишь сливает кихочешь сейчас налью сейчас налью сейчас 7 налью сейчас сколько время вот сейчас 5 часов ну я уже управляюсь больше сюда не приду если бы я можно то было прийти позже ну думаю уже чтоб не лазить среди ночи водка перепелки а в основном несутся вот в такое вечернее время то есть ну не знаю почему вот если прийти например потом часов 8 то могут быть еще яйца но я уже не приду пусть лежат до завтра свет будет выключен так что ничего страшного не не случится за эти опять тебе без гостинца руки заняты он ты тоже морковки кинул на качанкик на оп он ведь съела как вам показать он ведь полностью обгрызла все с виду крольчиха не худая но и не такая прям супер зажиревшая молодец главная кормит до того северки всем налью всем налью вот Ну и вспомнили. Меня просили показать, как выглядит клетка кроляча. Размеры вы помните? 60 на 30 с чем-то я уже забыл. Кто помнит, тот помнит. Размер вообще не имеет значения, вы делаете как угодно. Это обычный каркас из бруска 2 на 2 сантиметра, обтянутый сеткой. Пол, просто вот для несушки, пол наискосок немножечко сделан, под уклоном где-то 3-4 сантиметра на всю длину. И вот выходит, вот эту сетку можно было вывести прямо до края. Не знаю, почему они тут сделали фанеркой. Это не я делал, я его покупал, этот готовый клетку за 350 гривен. То есть я посчитал, что мне будет дешевле, потому что ездить искать сетку, ездить искать брусок. Не так-то дорого тот брусок-то сетка, как ее найти, то есть это в какой-то магазин нужно ехать, и расходы на бензин ушло бы больше. То есть, понимаете, если это делать клеточную батарею, то, конечно, собственноручно сделать выгоднее, выходит дешевле. А если вот такую маленькую клеточку для небольшого количества перепелок, если есть, ну, то есть у вас где-то рядом купить готовую, то это несложно. А так, посмотреть, как сделаны клетки, можно в интернете. Миллион разных вариантов, все легко и просто делается. Никакой сложности в производстве перепелиного домика нету. Ну, видите, как вон там сетка туда вверх уходит. Ну, и все, и там он бруски тоже все сбрускал. Ну, как-то так. В общем, все легко. Как вам ее показать? Просто я не могу ее шевелить, там перепелки... Ну, стоит себе. Чего вы, не пьете? Много налил, да? Цыпляткам нужно воды. Утром чуть-чуть было, я не стал наливать, а сейчас выпили прям... Прямо на сухо. Сейчас налью. Сыворотки не буду ставить, дам сейчас зелени. Очередую, потому что... Чтоб не поносили. Зелени на сухо. Ну и конечно же. Халь. Сынка. Знаете, это получается цыплятам будет 3 месяца. 7 числа, то есть там где я их брал, я узнавал, что они 7 октября родились и вот 7 января будет им уже 3 месяца. Они очень маленькие для своего возраста, но это все потому, что они зимние. То есть и само яйцо скорее всего под зиму уже не того качества и возможно и насиживало она не так хорошо. Да и просто вот осеннее содержание без улицы, без солнышка, без тепла, без жучка, без червячка вот такое сотворили. Сотворили можно так сказать, не знаю. Ну все равно, самое главное, что они все-все-все шустрики. И нет ни одного такого, чтобы сказать, вот какой-то типа плохой. Ну то, что они взерошены, это перо сейчас обрастет и они будут блестящие, хорошие, выкормим. Ну а так выглядят очень хорошо. Травки принесу. Вот то, что зима, им плюс, что я им даю пшеничку. Еще много из вас написали, что типа дай вот этой травке крольчихам. Она мокрая, я не знаю, то есть вообще траву нужно давать вяленую, ну под вяленую, которая скошена и чуть-чуть полежала. А эта прям растет. Во-первых, она сочная, во-вторых, она грязная, ну то есть с песком там совсем. А в-третьих, вот это зерно, с которым оно выросло, вот оно с такой небольшой плесенью. Ну, когда сильно плесень, я обрезал зелень просто, давал им в этот, ну как бы в кормушку насыпал. А сейчас где, ну плюс-минус чистенькое, даю вот так целиком. Крольчихам точно не нужно такой корм, ну как бы это нехорошо. Если бы там вырастить, ну вот прорастить зерной, вырастить такое высокое и обрезать его, дать ему провялиться чуть-чуть, ну типа самому вырастить. Такое, думаю, можно было бы. А вот так, которое я нашел на улице, ну как нашел, принес с улицы, такое лучше крольчихам не надо. Капустки я им обещал дать. Лезет, лезет, хочет до стенки. Видите, и не бьется, а просто прогоняет, прогоняет. Типа встань, я ляжу до стенки. Типа давай по очереди, да? Вы замечали, что то манка с краю, то овсянка. А это не встает паразитка, да? Всё, капустки сейчас дам этим. Всё, капустки сейчас дам этого. Всё, капустки сейчас дам этого. Как заняты, да? На! Бери капустку. Полтора листка туда, полтора сюда. Вот, капуста им нравится даже больше, чем морковка. Морковка лежит, а вот капусту сразу начинают. Заяц, тебе уже надоело пить сыворотку? Надоело, да? На, девчуль. А так, на. Видите, морковочку грызла. Но капуста вкусней. Я немного даю. Не переживайте. То есть, это, вот это то, что вы видите, капусту на видео. Это больше, вот в другое время не даю. Всё, отдыхают. Заяц, прости, что я к тебе залез. Как-то так. На, на те, девочки. Оп. Крис, давай. Всё. Спугал мешком. Кушай морковочку. Иди кушай. Всё, успокоились. Кто-то написал, что у молодой крольчихи сердечко на спинке. Я не обращал внимания и сейчас не вижу. И у какой из них. Вот это у беленькой. Ну, есть небольшое сходство. Всё. Как-то так. Слышите, это самец. Всё, девки отдыхают. Пошли. И мы. Девчонки. Давай, пузик. Ой-ой-ой. Ты что спотыкнулась на ровном месте? Ты что спотыкнулась? Ты ещё лапки себе, копытца сломай. Давай. Давай, почешем. Давай. Давай. Вот уже, видите, разговаривает со мной. Давай, почешу бочок. Давай. Давай, бочок почешу. Уже не убегает так быстро. Скажи, убежишь тут с таким гарбузом, да? Давай, вот так, почешу. Почешу. Маленькая будет мама, будет маленькая. Давай, давай. Давай. Будешь выворачиваться? Нет ещё? Ну, уже, видите, подпускает почесать пузо. Вот так. Но ещё всё равно не полностью доверяет. Мне кажется, чуть вымя начинает отбивать. Раз, два, три. Ой. Ой-ой-ой. Раз, два, три. Четыре, пять. Шесть. Да? Шесть. А я говорил, у неё десять сосков. А ну разворачивайся на другую сторону. Разворачивайся. А у неё шесть с этой стороны. А с этой... Давай почешем. Раз. Раз, два, три, четыре, пять. А с этой пять. У неё одиннадцать сосков. О, это ты молодец. Одиннадцать это мало, но это уже не десять. Как бы дополнительный поросёнок для такого размера свиньи. Она одиннадцать даже не выкормит. Если и будет. Это ещё хуже, чем тринадцать крольчат у крольчихи, да? Вот так ты толстая ходишь. Давай пузо чесать. Ложись. Будешь ложиться? Нет? Ну уже хоть пузо разрешает почесать, да? Уже понимает, что я к ней не с плохими намерениями. Но пока не ложится. Вот так. Всё. Пошли к курочкам. Вон. Вчера четыре было яйца. Так. Так. Вот. Вот так. Всё. Сегодня курочки молодцы. Два. Три. Наверное, никто не соизволил. И тут пять. Ну, кто бы что ни говорил, что типа мало, у кого-то больше несут яйца. Ну, каждый день яйца есть. И это хорошо. Так что. Так что вот так. Всё. Водички я им свеженькой принёс тоже. Полно. Кормы принёс. Пусть кусает. Всё, друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Всем хорошего вечера. И всем пока-пока. Обратите внимание на гребешок вот этой курочки. Он так и не красный. То есть, даже не пойму, несётся она или нет. А вот эта курочка, которая водила цыплят, у этой гребешок красный. Так что есть вероятность, что она уже тоже несёт яйца. А это что-то не так, но непонятно. И посмотрите, как выглядят её лапки вблизи. Видите, уже почти всё обсыпалось. Болячку мы вылечили, клеща. И лапки приходят в норму. Ну, как-то так. Всё. Пока-пока.